Под тихий снегопад и тонкий запах вой, Как в детстве на листке желания пишу. Пусть уходящий год захватит всё плохое и унесёт с собой, А больше не прошу. Ни денег, ни тряпья, ни славы, ни признаний, Заветные слова под сердцем я ношу. Пусть лад царит в семье, и да пребудет с нами здоровье и любовь, А больше не прошу. Пусть приходящий год особенным не будет, Чудес давно не жду, одно сказать спешу. Храни же вас Господь, мои родные люди, Храни же вас Господь, а больше не прошу. Всем привет, привет, привет. Сегодня 1 января, и я сегодня на работе, и мне захотелось подвести итоги у прошлого года, ушедшего 2021, и вам об этом рассказать. Я сейчас составила список, чтобы ничего не забыть, и хочу вам рассказать. Прежде всего, хочу вас всех, моих любимых, дорогих, поздравить с Новым Годом, пожелать всех благ, здоровья, благополучия, чтобы у вас было как можно меньше потерь, и только при умножении ваших материальных ценностей, чтобы и о душе не забывали, проводили больше времени с родными и близкими, и это были тёплые, уютные и наполненные любовью минуты. Ну что, начнём. В этом году, в том году, в 2021, я побывала в нескольких интересных местах, в которых я мечтала и хотела давно побывать. Это Самская деревня, там я пообщалась близко с оленями, пофоткалась, покаталась на санях, что меня очень сильно испугало, но это было круто. Вот, это была очень интересная экскурсия, поездка такая зимняя, классная, я надеюсь, в этом году тоже будут такие интересные поездки. Вот, была хорошая-хорошая погода, всё удалось. Также потом съездила в Кировск, там снежная деревня, там есть такой сделанный специально платный экскурсии. Вот, и там сделано всё из снега, заходишь внутрь, у меня есть видео, вот, и там всё сделано из-за льда. Было всё посвящено, по-моему, в принципе, было посвящено знаковым каким-то памятным датам в России. Вот, было интересно, но туда дорога заняла два с половиной часа в одну сторону, два с половиной часа в другую сторону. Мы были на машине, но, в принципе, туда надо ехать на пару дней в Кировск. Или даже больше, если у вас есть возможность, чтобы сходить ещё в другие интересные места. Там есть таинственный лес, лес сделан с акустикой, с подсветкой, но мы туда уже не попали, и было уже много времени. Но я рада, что съездила хотя бы в снежную деревню, о которой я долго-долго слышала. В этом году там уже другая экспозиция, и каждый год там новые-новые ледяные скульптуры. Потом, также я осенью побыла на Ура-Убе, на шашлыках. Вообще, это было классно. Это был, по-моему, октябрь, начало октября или конец сентября, и это была очень тёплая погода. Это было настоящее бабье лето. И я ездила с бывшим мужем, с которым у меня сохранились дружеские отношения. Я тоже там и пофоткалась, и нагулялась. И эти кадры красоты вот этой воды, песка милоснежного, осени уходящие, падающих листьев. Это была и тёплая-тёплая погода. Это было очень классно, замечательно. И эта поездка меня очень подпитала. Также в 2021 году я ушла с работы в салоне красоты, в котором я отработала два года. Ушла достойно в хороших отношениях с коллективом, с которым мы поддерживаем до сих пор общение. Мне было жалко оттуда уходить, но это было связано с некоторыми моими личными обстоятельствами, о которых я расскажу. Так что уход с работы — это тоже какое-то событие ушедшего года, поэтому о нём тоже я рассказываю. Я развелась 30 марта, после 10-летних отношений я развелась, но приложила все усилия, чтобы остаться в дружеских отношениях, в хороших отношениях со своим бывшим мужем. Мы общаемся, мы остались приятелями, знакомыми, друзьями. Нам нечего было делить, у нас нет общих детей, у нас нет какого-то глобального нажитого имущества. Мы остались в хороших отношениях. И даже с некоторыми родственниками своего бывшего мужа я до сих пор общаюсь, что мне приятно. Никто друг друга грязью не поливал, со спиной никаких интриг не делал, друзей не пришлось делить. И это меня очень-очень радует. Я переехала из Мурманска в Североморск, потому что моя квартира, которая у меня осталась после мамы, у меня находится в Североморске. Это тоже событие, потому что в Мурманске я прожила последние сколько лет? Ну, последние 10 лет точно. А вообще в Мурманске живу с 17 лет. Вот, так что я переехала. И, если честно, я ожидала, что этот переезд был для меня более болезненным. Я думала, что буду скучать по Мурманску очень. Но на самом деле главное, чтобы была своя квартира, там было уютно, хорошо. И, в принципе, была работа, которую я в дальнейшем и нашла в Североморске. И меня, в принципе, всё в Североморске устраивает. Вот, нашла новую работу, как я уже сказала, через месяц после переезда я нашла новую работу. И работаю, дорабатываю администратором в отеле. Так как я попала на период, когда все уходили в отпуска, то у меня было очень напряжённое летом, скажем прямо. Но благодаря этому я заработала нормальные деньги и сумела в этом году погасить свои долги на 60 тысяч рублей. Я считаю, что это я молодец. Все заработанные деньги я не пустила там на какие-то пульки или ещё что-то. Я обновила полностью гардероб, в чём я нуждалась. Погасила долг и разобралась с некоторыми проблемами. То есть это здорово. Также в этом году я завела себе свою подругу. Это Гера, моя кошка. Вот, конечно, она у меня с характером, потому что она мне досталась не котёнком. Вот, спасибо моим друзьям, которые мне её дали. Но в том году мы наладили с ней общение. И она меня полюбила и встречает меня после работы. И приходит ко мне иногда спать. Но она сводолюбивая, как и я, в принципе. Вот, эту кошечку я люблю. Также я несколько своих мечт реализовала. Это была фотосессия осенняя. Очень красиво. У меня она есть в Инстаграме и есть на канале ролик. Я очень довольна этой фотосессией. Это была одна из моих мечт. Я её воплотила и осталась довольна. Мне очень понравилось, как я на ней выгляжу. Я принимаю себя такой, какая я есть. Конечно, надо становиться лучше. Себя не запускать. Но в фотосессии я осталась довольна. Потом в этом году я ещё воплотила одну мечту, которая была моей давнишней мечтой. На неё то денег не хватило, то времени, то ещё что-то, что было жалко, я себе купила огромную-огромную ёлку и украшений. На общую сумму где-то 8 тысяч рублей вместе с ёлкой и украшениями. Но я очень довольна. Я уверена, что эта ёлка и украшения у меня останутся на долгие-долгие годы. И я обязательно возле этой ёлки соберу всех своих одных, близких и любимых. Потом мне, за что я себя ещё хвалю, что я после развода не погрузилась в какое-то отчаяние или депрессию, что, в принципе, мне свойственно. В какие-то рефлексии или в чувства вины. Кто виноват, кто прав. Нет, я отпустила эту ситуацию. И ходила на свидания, регистрировалась на сайте знакомств. Были приятные и неприятные знакомства. Свиданий было не так много. Но я довольна, что общение в этом году у меня было. Я не закрылась в свою скорлупу. Общалась, узнавала новых людей, делала выводы и понимала, что мне нужно, а что нет. Вот. Но пока по личной жизни я одна. Но я, в принципе, не грушу. Вот. Выбор есть. Возможности познакомиться есть. Главное желание. Стала активным садоводом. На своей работе в отеле я развела целую оранжерею. Ухаживала за цветами. Очень довольна. Продвинулась в этом плане. Вот. И довольна своими плодами. Плодами трудов. Так что 2021 год для меня был плодотворным, позитивным. Вот. Я очень довольна. Я довольна собой. И мне понравилось, что мои родные мне сказали, что они очень переживали за меня. Как я поведусь после развода. Тем более после таких длительных отношений. Но они мной гордятся и довольны. Так что это мои итоги года. Всем пока. Я желаю вам сил, уверенности в себе. Вы всё можете. Вы со всем справитесь. Главное делать это маленькими-маленькими шажками. И давать себе время на отдых. Что вы делаете в 9 утра 1 января? Я пробираюсь сквозь сугробы. Благо, что кто-то первый прошёл. Это я иду на работу. Блин. И другой тропы реально нету. Вот. У меня ещё ботинки короткие. Короче, всех с Новым Годом. Где бы вы сейчас не находились. Вот такая новогодняя сказка. Всех с Новым Годом. С Новым Годом.